Дальше в нашем паноптикуме пример совершенно иного защитного механизма у животных. Кстати, обычно вот этот вот жук использует защитное отпугивание. Он громко орёт, надувается, создавая визуальную иллюзию своего нереального размера и силы. Но в этот раз он был замечен в использовании химической защиты. Самый известный пример химической защиты – это скунс, который выбрасывает струю, мягко говоря, вонючего секрета, после которого и отмыться-то толком невозможно, а не то, что скунс ожирать. Наш жук – жук-бомбардир, потому что его так часто бомбит, что вообще не очень понятно, как его до сих пор не разорвало. И, моё любимое, наблюдение за ним на этой неделе дало ответ. Его не разрывает, потому что большую часть своей желчи он выбрасывает в случае опасности через специальные железы на кончике языка. Стравливает, так сказать, давление ядовитой жидкости ин виву. Притом, понятие опасности он трактует очень вольно. Проще говоря, плюясь желчью по любому поводу. А уж такой повод, как победа швейцарского фрика на Евровидении, ой, ну он совсем уж не мог упустить. А ведь как мы стремились в Евровидение? Я – нет. Вся страна же считала, что как нас отрезали, да? И вот я понимаю, что такие вещи параллельны. Но вот посмотрите, да, прошло Евровидение. Это вообще что? Это и есть европейская культура. Притом важно, да, что ведь за этих фриков голосовали граждане Европы. Это же идёт голосование. Когда побеждает нечто из Швейцарии, нечто из Нидерландов там выгоняют. Я не знаю, что это. Но вот это всё блевотворное, да? Это победитель Евровидения Немо. Я представляю себе, что бы сейчас сказал капитан Немо. Он выиграл, да. Он победитель. Это оно. Это оно. Это не ясно, что. То есть там нечем бряцать. Но при этом, да, ведьма из Ирландии. А, это вообще статанизм. Абсолютно чистый, который говорит, что очень клёво, что вообще мы победили ЛГБТ-квир, завоевали Евровидение. Евровидение – это теперь фестиваль ЛГБТ-квир. А ещё и ведьма. А, да, и главное, главное – это абсолютно сатанизм. Это сатанизм. Это что? Европа что-то смеет говорить о христианстве? Когда Европа говорит о каких-то ценностях, о каких-то правилах? Каких? Какие у Европы ценности? Быть сатанистами – это судьба Содома и Гамора. Поэтому всем, которым не говорят, что прекратите говорить о ядерном оружии, я человек верующий. Извините, Содом и Гамора были уничтожены. Огнём и сирой с неба. То есть я так понимаю, что Немо его не устраивает, но когда от России ездил Филя, всё было нормально. Наверное, да. Вопросов вообще не задавали. Лазарев, когда ездил, вопросов вообще не задавали. То есть всё нормально. Когда ездили какие-то там, прости господи, Бурановские или Урановские какие-то там были бабушки, всё типа было окей. То есть никакого трэша и ничего остального там не было. Ну, это стандартная история, когда мы какую-то соринку ищем в глазах кого-то, а не видим бревна в своём глазу. А уж кому-кому. А Соловьёву вообще, наверное, надо помолчать на ходе истории про его детей и про многие другие какие-то вещи. Потому что грех такое, в принципе, говорить, оно же против тебя рано или поздно обернётся. Ну, а с другой стороны, вот что заметно в этом выступлении? Он, с одной стороны, как быхает, говорит, что всё плохо, но видно же, что злиться, что Россию не позвали. Да. Что Россия не позвала. Нельзя было бы кричать «Ура! Ура!» Там какой-то вышел, там представляет Россию, там ещё какие-то традиционные паскодные ценности. И поэтому, ну, приходится только беситься и обсуждать внешний вид участников или подробности их личной жизни, а не, например, вокальные данные. Да. Которые, как бы, всегда были важны на Евровидении. Там побеждали не только те, кто умел как-то выделиться, а кто просто хорошо умел петь. Ну, на России, как бы, хорошо петь не сильно складывалось в достаточно долгий период времени. Поэтому вот они и бесятся сейчас. Это очень интересно, потому что продолжая вот этот синонимический... И у меня тоже первая ассоциация была точно такая же, как и у тебя. Продолжая этот синонимический ряд, Соловьёв должен дальше. В следующем шоу сказать, да вообще, вы видели эту Олимпиаду? Да плевать мы хотели на эту Олимпиаду. Кошмар фиолетовый. Женщины бегают в шортиках. Ужас, ужас. Они обнимаются там, мужики между собой. Кстати, вот эту фразу можно применять для... Да вообще, да плевать мы хотели на этот чемпионат мира по футболу. Да там мужики... Конечно, они плевать будут, потому что они туда не попали. И не попали бы даже, если бы их допустили к участию. Но, конечно, они будут рассказывать, что это все плохо. И только в России настоящий футбол. Только он у них там уже, наверное, не футбол, а нагомяч. Да, да, да. Потому что, против каких-то взаимствований, что это за... Понимаешь, тут британское слово. Брит и здесь как бы подгадили, придумали какое-то неправильное название. Поэтому по игре в нагомяч там играют. Да. Люди в мельденья, да и турнир по ногамячу, да. По ногамячу, да. И пишут там эти паспели в... Свои я читал недавно в какую-то газету. После матча, по-моему, там в волейболистах. Значит, проигравшая команда написала паспель на победившую команду. Что девушки с этой командой после удачных там действий на поле обнимались, значит, целовали, демонстрировали нетрадиционные ценности. Поэтому вот их надо призвать к ответственности, потому что они себя неправильно вели. Ну, это вообще какой-то безумный просто бред, но он на России имеет место сегодня. Да. Но есть еще второй слой во всем этом выступлении, который меня всегда очень и очень цеплял. Потому что вот все разговоры о религиозности и все разговоры вот о вере, о том, что это ведьмы и истинные ценности, как продолжение той темы, которую мы с тобой в первый раз обсудили. Кто много говорит, а кто много делает. Потому что в основе на самом деле это христианство лежит, Бог есть любовь. А также забота о сирых и убогих. Так кто более близок к Богу, кто говорит постоянно, но при этом плюет слюной, убивает, крестит ракеты, да, там освячивает снаряды и строит храм адский абсолютно, да, как храм из Half-Life'а, да, или из Дума, вот этот главный храм Совета Российской Армии. Или тот, кто заботится об инклюзии, тот, кто создает городскую среду, в которой могут нормально существовать, инвалиды, люди лишенные, тот, кто создает сильную социальную систему. Вот реально. Ну, это же ожидаемая абсолютно у них история. Они же не будут опять-таки смотреть на те проблемы, которые у них действительно имеют место быть. Они будут просто делать все для того, чтобы показать, что у них как-то не так, они будут живут, соответственно, по-другому. А поскольку позитивные примеры со своей историей привести нельзя, но остается только критиковать и вот это делать самыми последними словами. Да, и для того, чтобы стать религиозным в России, нужно не соблюдать заповеди, нужно не знать, там, Библию, а нужно просто громче всех молиться, наиболее истово молиться и громче всех кричать о собственной религиозности. Есть еще несколько способов, о которых хорошо знают священники русской православной церкви, но о них мы говорить не будем. О них очень любит говорить Александр Галибович Невзоров. Вот отправляем к нему, он может много, обильно и сочно рассказать о других методах, как стать религиозным в парапиях РПЦ.